Состояние подростков, пострадавших в аварии 7 декабря, улучшается. Об этом рассказал главный врач детской областной больницы Нижнего Новгорода. Сейчас под присмотром врачей остаются 9 детей. Сразу после поступления в стационар двум пострадавшим провели операции. Травмы, которые получили дети, средней тяжести. В основном это переломы и ушибы. На помощь к нам подъехали специалисты из института имени Сербского для оценки психологического состояния наших пациентов и их родителей. И проводится первичная диагностика у тех пациентов и родителей, которые изъявили желание принять такую помощь. И мы надеемся, что все наши меры, своевременно принятые, оказанные, помогут в скорейшей реабилитации нашим пациентам и их родителям. Авария произошла в пятницу вечером на улице Горького. Автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами, одна из которых была припаркована около тротуара. От удара автомобиль влетел в толпу школьников, которые в это время шли на спектакль в Театр юного зрителя. Куча людей был разброс, побольше. Лежали люди, девчонка лежала вот здесь, не шевелилась, не живая, не живая на спине. Кого-то вытаскивали под колесами, вот эта белая машина, кто-то лежал. А одну девочку она кричала, вот ее на лестнице на этой саде. Пострадали девять детей и двое взрослых. Еще одна женщина, мать одного из подростков, скончалась в больнице от полученных травм. Toyota принадлежит бывшему сотруднику полиции, но за рулем в момент происшествия находился его сын. Его уже лишили водительских прав за управление машиной в нетрезвом виде. Сейчас виновник ДТП задержан, возбуждено уголовное дело. Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления, Следственного комитета России по Нижегородской области в ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали девять школьников, в качестве подозреваемого задержан 43-летний гражданин. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается. По распоряжению губернатора Нижегородской области, семьи пострадавших получат материальную помощь 100 тысяч рублей, а семье погибшей женщины будет выплачено 300 тысяч рублей. Ирина Флягина, Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова